Очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваренный от гроба, и, войдя, они нашли тело Господа Иисуса. Когда же недумевали они о себе, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми, его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть, и вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцать и всем прочим, то были Магдалина Мария, и Анна, и Мария, мать Якова, и другие с ними, которые сказали всем апостолам, и показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, девясь сам к себе, происшедшему. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! В воскресенье Христово выдержит, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безбежному, кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресенье Твое поимы с вами. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Господа, Твоим воскресенье Его, распятие Его притерпев, смертью смерть разрушил. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в беседе на слово о расслабленном говорит там, что в церкви и в Божественном Писании всегда найдем мы утешение в скорби. Какая бы скорбь не возмущала душу, когда мы придем в церковь, она легко может прекратиться, потому что здесь присутствует Христос, и приступающий к Нему с верой удобно может получить исцеление. Борется ли кто с постоянной бедностью, имеет ли недостаток в необходимом пропитании и часто ложится спать голодным? Пришедший сюда и выслушав Павла, который говорит, что он проводил жизнь в голоде, в жажде, в наготе и не один, ни два и не три дня, но постоянно переносил это, ибо это выражают слова его. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои. 1 Коринфянам 4 глава 11 стих. Он получит достаточное утешение, научившись из сказанного, что не по ненависти и забвению о нем Бог попустил ему жизнь в бедности, ибо если бы это было следуя стрием ненависти, то Господь не попустил бы испытывать этого Павлу, который был любезнее ему больше всех людей. А то по печению и промышлению, и с целью вести к большему любомудрию. Подбергается ли кто-нибудь болезней и бесчисленным страданиям телесным, достаточным утешением для него могут быть тела расслабленных, которых исцелил Господь. И вместе с ними блаженный и доблестный ученик Павлов, который постоянно находился в болезнях и никогда не имел вдохновения от продолжительной немощи. Как и Павел говорит, употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. 1 Тимофеев 5 глава 23 стих. 1 Тимофеев 5 глава 23 стих. Отложит такой всякую скорбь и получит всякую радость. Ибо Господь сказал, блаженны вы, когда пронесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого. Лука 6 глава 23 стих. Таким образом Господь утешает тех, о которых говорится худо. За тех, которые говорят худо. Он устрашает другими словами. За всякое праздное слово, какое скажут люди. Дадут они ответ в день суда. Как о добром, так и о худом. Ответ 12 глава 36 стих. Иной потерял дочь или сына, или какого-нибудь из близких. Тот, пришедший сюда и услышав Павла, который скорбел в настоящей жизни и желал видеть будущее, и тяготился здешним пребыванием, выйдет отсюда с достаточным врачевством от слов его. Не хочу оставить вас, братья, в неведении об усопших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. 1 Фессалонкистам 4 глава 13 стих. Не сказал об умерших, но об усопших. Выражая это, смерть есть сон. Как тогда, когда мы видим спящего, мы не тревожимся, не смущаемся, ожидая, что он непременно встанет. Так и тогда, когда увидим умершего, не будем смущаться и падать духом, потому что и это сон, хотя продолжительнейший, однако же сон. Так, называя усыпление, он утешал плачущих и отразил возражения неверующих. Если, говорит, ты нетерпеливо оплакиваешь усопшего, то делаешься подобным неверующему, который не имеет нужды и надежды на воскресение. Тот справедливо плачет, так как не может нисколько любомудрствовать о будущем. А ты, получив столько доказательств касательно жизни будущей, почему впадаешь в ту же слабость, как и он? Посему и говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении об усопших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Не из нового только, но из Ветхого Завета можно заимствовать достаточное утешение. Так, когда ты слышишь об Ио, который после потери имущества, после гибели стад потерял не одного, двух или трех, а целый сон детей в самом цветущем возрасте, при таких душевных добродетелях, то хотя бы ты был слабее всех, можешь легко ободриться и сделаться терпеливым. Ты, человек, по крайней мере, находился при больном сыне своем, видел его лежащим на одре, слышал последние слова его, присутствовал при последнем вздохе, закрыл ему глаза, заключил уста. Он же не присутствовал при своих детях, когда они испускали дух, не видел их при смерти, но одним гробом послужил для всех их дом, их. И на одну и ту же трапезу излился их мозг вместе с кровью, и бревна, и черепица, и пыль, и раздавленные тела, и все смешалось вместе. Однако и после столь многих и столь великих зол он не плакал и не роптал. Ну что говорил? Господь дал, Господь и взял. Как удобно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно! И в 1 глава, 21 стих. Эти слова будем говорить и мы при всех обстоятельствах, случающихся с нами. Случится ли потеря имущества, болезнь телесная, обиды, клевета или какой-нибудь другой из человеческих бедствий. Будем говорить, Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно! Если мы будем так любомудрствовать, то никогда не потерпим никакого зла, хотя бы испытывали бесчисленное их множество, но произойдет больше пользы, нежели вреда, больше благ, нежели зол. Этими словами ты сделаешь милостивым к тебе Бога и отразишь насилие врага. Ибо как только язык произносит эти слова, то час отбегает дьявол. А когда он отбегает, тогда удаляется и облако печали, вместе с удалением его и рассеивается и прискорбие, наши и помыслы. И кроме всего этого ты приобретешь все блага и здешние и небесные. Верный пример этого вырули. В апостолах, которые, призрев для Бога здешние бедствия, получили вечные блага, будем же покорными и станем радоваться всему случающемуся и благодарить человека любивого Бога, чтобы нам и настоящую жизнь провести благополучно и сподобиться будущих благ Господу нашему славу в веки веков. Аминь.